Всем привет, с вами Павел Косенко. Сегодня я расскажу, как работать с f-log файлами с камер Fuji в Asus. Asus это современный стандарт и соответствующий ему пайплайн, который дает массу возможностей по обработке видеоизображения. Более подробно я рассказывал об этом в одном из предыдущих видео. Ссылку на него я размещу в описании. А сейчас я вам покажу, что вам нужно сделать для того, чтобы обрабатывать f-log файлы в пространстве Asus. Итак, перед нами файл в формате f-log и мы хотим воспользоваться преимуществами пространства Asus. Заходим в настройки проекта. Выбираем вкладку Color Management. И здесь указываем Color Science, Asus CC или Asus CCT для того, чтобы работать в Asus. Я укажу Asus CCT. Далее нам нужно выбрать формат нашего устройства, на котором мы работаем и просматриваем видео. В моем случае это монитор REC 709. Сохраняем настройки. Как вы видите, наш клип стал очень светлым и теперь необходимо его сконвертировать в пространство Asus. Для того, чтобы мы могли с ним работать. Если мы кликнем правой кнопкой мыши на нашем клипе, то в разделе Asus Input Transform увидим список камер, которые поддерживаются стандартом Asus. К сожалению, камер Fuji и в частности формата F-Log здесь пока нет. Потому что Fuji пока что не является участником проекта Asus. Что же нам делать? Все очень просто. Дело в том, что разработчики проекта Dehancer позаботились о пользователях Fuji. Специально для вас мы выпустили камерный профиль для формата F-Log. Его можно встроить в виде DCTL файла в программу DaVinci Resolve. Для этого нам необходимо зайти на сайт компании Dehancer, затем перейти в блог и скачать специальный DCTL файл из соответствующей статьи. Ссылку на нее я также приведу в описании к этому видео. После того, как мы скачаем этот файл и разархивируем его, мы получим с вами папку Dehancer и в ней собственно говоря IDT профиль в формате DCTL. Теперь нам необходимо еще раз зайти в настройки нашего проекта и в той же самой закладке Color Management пролистать немного вниз до раздела Lookup Tables. Здесь нам необходимо нажать кнопку Open Loot Folders. Теперь нам необходимо перетащить папку Dehancer с профилем DCTL в папку Loot. Перетаскиваем. Возвращаемся в DaVinci и нажимаем кнопочку Update Lists. Ждем некоторое время, пока DaVinci проапдейтит список всех профилей. Нажимаем Save. Теперь кликаем правой кнопкой мыши на нашем файле, на нашем клипе и в разделе DaVinci DCTL появилась закладка Dehancer. Внутри нее появился профиль нашей камеры IDT Dehancer F-Log Asus. Выбираем его. Все. Наш файл расшифрован. Мы с вами находимся в пространстве Asus. Давайте это проверим. Да, действительно это так. И теперь мы с вами можем приступить к грейдингу нашего изображения. Например, мы это можем сделать с помощью плагина Dehancer Pro, потому что это один из немногих плагинов, который в настоящий момент поддерживает стандарт Asus. Дальше мы можем обрабатывать наше видеоизображение стандартным образом, выбирая определенный камерный профиль, который нам больше подходит. Настраивая его параметры, контрастность, экспозицию и так далее, и так далее, пленочное зерно, холейшин, блум, мы можем настроить здесь виньетку и другие параметры. Но это выходит за рамки нашего видео, цель которого показать, как можно работать с файлами F-Log и пайплайне Asus. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и конечно же подписывайтесь на канал Dehancer. Всем пока!